автор ролика не призывает вас к ненависти данное видео постановка а все участники актеры также мы не пытаемся никого оскорбить сходство с реальностью это совпадение а все персонажи вымышлены самое интересное в том что это не первый ролик с чуваком который работал на липецкой фабрике у меня есть еще одно видео ссылочку на него я ставлю в описании обязательно посмотрите там чувак прямо с окна показала фабрику рашен вот очень интересный ролик по моему же 10 тысяч просмотров набрал но его по моему три месяца назад выложил и что-то в этом духе когда только начинал снимать ватников видео чате и не только поэтому опять же можете посмотреть очень интересный ролик а вот этот вы смотреть только начинать ну типа липецкий шо вот это слушай от вы сейчас честно фабрика порошенко работает или нет нет потому что только что россияне говорили что фабрика порошенко работает первое понял когда люди у тебя есть знакомые которые работали на фабрике я там лично работал говорю а сколько ты зарабатывал отлично снимаю не 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 я не считаю чужие деньги просто интересно просто говорят что он порох не платил обманывал и кидал а некоторые ну это говорят те кто даже в липецкий не живут не 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 платил но нормально вот так ей ну давай без суммы но нормально порядочно платил да да и условия труда все нормально было да не задерживали или задерживали нет а то есть порядочно да да хочу напомнить вам о том что у меня есть канал по заработку в интернете и было бы неплохо если бы вы на него подписались тут все возможные способы как заработать вся подробная информация будет в описании ролики выходят и выходят можно сказать достаточно часто понял понял а ты чем занимался именно на самой фабрике а ты чем занимался на фабрике но именно какая у тебя должность там было инженер-технолог а не ну нормально чё так какая-то вроде фабрика фабрика рушен до сих пор в россии работает в другом городе я слышал я не знаю наша липецка не работает ну это же из-за правительства закрыли и душа пороха было выгодно закрывать там просто даже так думали подожди лично мое мнение было что это самое давить начали что мы учу за херня то что там видно туда-сюда но они чуть забыли о том что у него помимо этой фабрики людей было да ну ты говоришь чего-то было очень много чего помимо этой фабрики у него еще бизнес а ну-ка и так куда чувак это у любого мне кажется человека который ну занимается бизнесом есть россии у меня типа проекты в интернете не работают на территории россии тоже россияне могут пользоваться по сути моими сервисами также сотрудничать россии поэтому когда кто-то говорит что порох там предатель потому что он работает с россией это довольно странно у вас же очень много украинцев я говорю товарищи говорят я я работал на него он вообще по сути мою шеф ну а я работаю с многими жителями россии у меня с ними общие проекты и не только жителями россии вот типа это типа вот такой самым товарищем скажи а то не раздули там порошенко ты нигодей так это зратофилы мы с ними справляемся по чуть-чуть по чуть-чуть а ты сам фонациональный сектор руки а сейчас не похож у меня есть кореш который украинец на тебя похож похож на на даже за корень что у тебя есть корни украинский а ну мы же один народ я забыл ну а как ты вообще относится к войне и тогда к войне как отношусь у меня всегда отношусь негативно круто украина крым должен быть украинским или российским вот так вернее он умира что никак не чем крым крымский да понятно а стоп а сейчас после того как фабрику закрыли ну да давили до души или то где ты работаешь погоди что значит ну ты же говоришь что там приезжали фабрику так он сам сам процент самый нахуй послал а ну а почему почему потому что не было притеснение к фабрике но в россии еще какие бизнес вот смотри я тебе объясняю какие нахуй притеснения к его бизнесу если он налог платил блять хуй вору денег в российский бюджет какие притеснение ну да он же работал в россии должен налог платить все верно так он и платил и сейчас платит вот потому что расширный единственный бизнес но понятно я не спорю а ты говоришь типа у него еще какие-то фабрики я просто знал что еще какая-то там но я не знал точно я не сказал фабрики я сказал бизнес бизнес у него же не только конфетные фабрики а пистолет я настоящий пистолет у вторая спрашиваешь зажигалка а ну выстрелил балую а зажигалка я думал ты говоришь заряжал я просто не ждал зажигалка еще вот это ходишь ли по улице не ну я говорю когда на улице я понял я понял ну вообще жаль не уже закрыли фабрику понимаешь это и типа деньги тоже шли в бюджет россии бюджет украины тоже шли ну типа прибыль же шла и он и украине тоже платил налог за то что имеет фабрику в другой стране типа логично а сам как украинцам относишься украинцам да отмороженные на голову это какие пропагандисты разные все такое а какие пропаганда что пропагандирует но что не пропагандирует вопросы вот это понимаешь жизнь состоит из вопросов не надоел уже что не вопрос какие-то пошли едите на допросе что ли это может и на допросе это откуда знать даже меня не знаешь как я тебя а может и фсбшник откуда я знаю какой тип из башни кирке сказал я не так ты был пуштаж а фабрику уже закрыли значит я другая профессия может и в psb перестроился а паприку закрыли я пошел фсб работать а может участвовать в башни к фабрике получал опыт и все фабрике опыт получал работы понимать типа там что-то вынюхивал информации не а у вас недавно кстати в липецке был метеорит метеорит падал в липец я бы с тобой сейчас и разговаривал я бы как захарченко только захарченко какой захарченко думаешь если вот такой метеорит упадет тебе на голове ничего не будет был случай не помню в каком-то американском штате единственный зафиксированный случай попадания метеоритов человека там короче тоже какая-то пиздюлина короче осталась в метеоритов но понятно она отрикошетила от рикошетила ты понимаешь этот камень он же кусочек только был из-за слоев атмосферы так далее она все разъела сгорела большая часть или как там короче отпал и а если бы чисто так в голову упала и она еще со скоростью и тонненько зашу монета способна человека убить да если с определенной высоты если попасть в глупо что можно кинуть и не попасть вот так ли вам главное да 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 вроде об этом ну это понятно так и молнии попадают в людей не убивает и да хотя бываешь и не убивают что говорит молнии бывает говорю что и убивает молнии конечно не прийти неприятно и вот так это самое ты сейчас где работаешь фэсбэк угадал от слушай какой фэсбэсник врешь чувак мне просто интересно потому что ты говоришь ты русский сейчас тебя фамилия наверное на о заканчивается на о наверное какой нибудь мирошниченко не знаю тарифе нет у меня вообще не хуй я соберешься тайный сын порошенко да тайный брат младших о тем более так ты же выше чем фэсбэшник ты получается я вижу ты уже нормально ассимилировался я не хочу я просто интересно просто очень похож на у меня короче есть украинец очень на тебя похож я вот думаю можете есть корни какие-то или нет не скажи не скажи только что я общался с одним азиатам он говорил что он русский хотя сам напомню сколько я знаю нет я не понимаю чем ты говоришь я тебе сказал русский а не россиянин он кричал что он русский а не россиянин а ну я не знаю что он там кричал у тебя есть даже по ролике он туда как бы ничего азиат не азиаты мне без разницы кто есть кто главное чтобы нормальный человек был понимаешь никакого расизма но вообще у бандеровцев чтобы ты знал в каком-то там лозунге типа они против нацизма расизма и так далее шовинизма вот так что не нужно гореть что бандеровцы нацисты вообще нет националисты да и то нет я не говорю что ты я говорю что так думает большая часть россиян которые ватники интересуется политикой и об этом как интересуется россия 24 смотрит это максимум день ну или там шарика могут посмотреть или я не знаю он иногда с бородой иногда без но украине живет но странно было в украине против навального ты вообще как навальному относишься к навальному опять повелитель малолеток но чувак понимаешь не понятно но он среди как раз таки вот этих малолеток поднял интерес к политике в этом плане согласен с тобой да да типа это уже вы при каком-нибудь какой-нибудь жириновский бы так открыл интерес к политике у молодежи как навальн но он еще и дизельно у нас там как у интерес может поднять кому 100 лет исполнится субботу жириновскому 100 лет я не знаю но может больше 60 да я понял ты пошутил успоко кстати когда вот это было ну при сталине у тебя предков твоих не выселяли родственники дамы был я кулаки были у тебя тоже до а шоу мельница была кузня чтобы поля ферма а у моего моего деда были поля короче очень много земли ну не у деда прадеда но его не выселили его пытались но типа мой дед тогда воевал на войне и писал очень много писем ночами не спал ну за как в красной армии был и типа не тронули прадеда так вы могли но хорошо что не тронули вот такой ну короче 2 я пошел удачи меня это тоже до коснулась я поэтому да я понял понял давай удачи хорошо